Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok DimaTorzok 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 Но нет никаких сообщений о мероприятиях, которые провела Российская Академия Наук, для того, чтобы расширить представление об этом учении, которое они с таким восторгом приняли. Правда, недавно произошло еще одно событие, которое так очень сильно трехануло не только Россия, но и весь мир. И это, можно сказать, мыслитрясение произошло только потому, что это попало, ну как бы, в объектив телевидения. А если бы не попало, возможно, и опять бы молчали дальше. Произошло, казалось бы, очень мелкое событие на фоне того, что мы вот уже почти 20 лет делаем. Одна женщина в Ростове-на-Дону, это город такой у нас есть, большой. Пошла в стоматологическую поликлинику удалить больной зубы. Врачи и зубы удалили вместе с корнем. Гюкерестуде, а фогат, а фогорвозок. Ну и отпустили назад домой, сожалеть о том, что произошло. И она вместо сожалений пришла на занятия, которые у меня были в Ростове-на-Дону, вот, и начала заниматься. Ну так же, как вы вот сейчас пришли. И вдруг у нее прямо на занятиях началась зуб. В том месте, где удалили вместе с корнем. Она обрадовалась и побежала в Тужу-поликлинику, показывать, что происходит. Врачи заглянули к ней в рот. Увидели 33-й зуб, который по определению быть не может. У них началась медицинская паника. Они стали звонить в ближайшую медицинскую стоматологическую академию в городе Ставрополь. Ставрополь-бал телефон-бал телефон-бал. А тут выслали целый десант специалистов и врачей. Абсолютно не бывало события. Те тоже залезли к ней в рот. Увидели зуб растущий. Еще больше испугались. Мег jobban megijedтек. Москва-бал телефон-бал телефон-бал. Академию. Оттуда приехали специалисты. Он на них приехали специалисты. Тоже увидели растущий 33-й зуб, который не может расти по определению. В мире еще не было такого события. В мире еще не было такого события. Сейчас, после того, как телевидение все это показало, В России уже специалисты из-за рубежных уже институтов. Мы 20 лет до этого спокойно и тихо запускали процесс в восстановлении зубов. И они не благополучно росли. И они не благополучно росли. И они не благополучно росли. И одни женщины из Владивостока, ее зовут Ирина Руднева, и она врач сама, кстати, по профессии. Выросла 32 зуба. То есть у нее вообще не было зубов. Мы об этом говорили. Нас слушали. Мехалгаток минькет. И ничего. Зубы выросли сами по себе, а наука была сама по себе. А тут, как только попала в объектив в телевидение, вдруг все увидели. Хотя у нас этих случаев уже и в России, и за рубежом столько, что можно книги писать. И не только зубы растут. Органы вырастают новые, другие. Причем в разных странах. За границей все-таки об этом хоть писали. В Германии, например, там пресса отзывалась по поводу вот этих регенерации органов, то есть восстановление органов. А в России молчали. Органка была вот такая железная просто вот, пока не увидели этот зуб. Вот зуб всех поразил. И этот зуб действительно амодатбе айтет, как и науки. Там такие органы вырастали, как почки, серезионки восстановились полностью. Чего там там легкие восстановились, желудки, кишечник. Молчали, как будто ничего нет. А зуб вылезли, и все до потолка прыгнули. Масхол, кульфольден, регенерáltak vesét, лепет, миригyeket, vastagbelet. Итпедиг меглайттák эст а фогат, и фìnфольден. Но это парадоксы нашего мира. Заметили происходящие церковь. Год назад, как раз просли вот инсульта, который мне случился, меня пригласили в Ватикан. В Италии вышли книги на итальянском музыке, их перевели. Ватикановские специалисты их прочитали. И они решили поговорить. И они решили поговорить. Прогласили меня в Рим, и я там два дня в зале Папа Пиед XII. Там у них такой зала, где Папа общается с епископами и своим ближайшим окружением. С ватикановскими специалистами их было около 30 человек. Мы вот сидели как с вами сидим, они задавали вопросы, я отвечал, два дня мы общались. Но главная суть этого общения я могу кратко сказать. Они сказали, мы прочитали Ваши книги. То, что Вы в них изложите, является сакральным христианством. Откуда Вы это все знаете? Это был самый первый, и я как понял, самый главный вопрос. Это был самый главный вопрос. Я им ответил, но если сакральный, значит тайный. Вы со мной этими тайными не делились. Я их получил из того же источника, из которого когда-то получили эти знания Вы. То есть кто-то из них спросил, почему Вы их получили? Я ответил, видимо тот, кто Вам дал эти знания, устал ждать, когда Вы тайной сделаете явно. Ну то есть кто-то отглавил, здесь он подсказал. И так что ему все начали подсказать, но не нужны новые задания, поэтому, не по этому поводу не было. Все вообще два дня было совершенно корректно, хотя я по некоторым вопросам нес их, ну, по их мнению такую ересь, которую и терпеть не нельзя. Я покусился на самый главный церковный постулат. Я сказал, что Богу и тому человеку, который обращается к Нему, посредники не нужны. То есть нарушил самую главную церковную установку. Никто не может прийти к Богу только через церковь. Ну, они все воспринялись. То есть, ну, по сути, делаем сказал, что они какая-то непонятная прослойка между Богом и верующими. И совсем необязательная причем. И они это, в общем-то, смиренно приняли. И это, в общем-то, очень интересный момент. Они меня поселили в апартаментах женского монастыря. Но я понял, что это был такой испытательный момент. Все-таки задания необычные. А тут намолены места, да? Потому что женские монастырии там вообще наиболее истово верят. Ну, они видимо хотели проверить, не будет ли со мной каком-нибудь там. Ну, телотрясение или что-нибудь еще. Ничего подобного не происходило. Я себя очень уютно там чувствовал. И они, в общем-то, монахи, они очень были деликатны и, в общем-то, старались во всем как бы помочь, усложить там. Все время перебегали. Что вам? Кофе, может быть, принесли сок, или чай, или что вы хотите. Может быть, вы хотите покушать. То есть все время такая была забота, очень вежливая и ненавязчивая причем. То есть у меня там никаких припадков не случилось. То есть у меня там никаких припадков не случилось. И видно это их как-то настроило уже дружелюбно по отношению ко мне. Они меня потом еще водили в свои тайные хранения, еще показывали там секретные всякие свои достопримечательности. Монахи? Нет, это уже… Стих не везти. Там меня водил, был министр ватикановского двора, хозяйства, как бы министр. И я с ним, честно говоря, немножко даже подружился, потому что он очень такой приятный человек. И он буквально возил меня везде, опекал, чтобы эти все два дня я там… Чтобы время было… Чтобы время было комфортно. И мне много очень показали памятников, там я видел Троянов этот бал, там и все эти творцы очень замечательные. И все, в общем-то, раскопки, которые сейчас делают и восстанавливают из Древнего Рима. А потом они меня там в музей водили и в Сикстинскую капеллу свою. Там я видел бессмертные творения, действительно воистину бессмертные. И Леонард Девинчи, Рафаэль и всех великих художников. И тоже там никаких, в общем-то, судорок со мной не произошло. Они все внимательно очень наблюдали. Как я воспринимаю эти энергии? Это же энергия? И когда художник рисует свою картину, у него открывается другая состояние, как бы вот измененная. И то, что он видит внутри себя, он вкладывает в свои краски и мозги. А что такое краски? Это же кристаллы? То есть он кристаллизирует свои видения в этой картине. Вот почему эти картины вот таких великих художников, они хоть сто лет прошло, хоть тысяча, они все равно воздействуют на человека. Потому что его ментальное состояние закристаллизовано в этих красках. Ну вот такая история ватикановская. Кстати, они меня пригласили снова уже в этом году. 1 июня я приеду к ним, они меня опять зовут, навстречу. В этот раз мне обещали показать Сицилию, там… Идем марта Сицилия, и мы хотим не помнить. Сначала неаполь, потом вот Сицилия, потом Венеция, там целая уже программа составлена. То есть я почти целый месяц буду только кататься по Италии. Ну я не возражаю в принципе. Ну а самое главное, вы понимаете, и наука и церковь стали признавать это. Но самое важное в том, что в нашей практике, в человеческом сообществе, или наука, или религия должны подтвердить то, что делает. Игазобол легендую леннавь, а только в Ванной, а только в Ванной, а только в Ванной. Наука никогда не подтверждала духовной практики. А tudома и церковь очень редко, но подтверждала. А в данном случае мы получили признание науки, причем высокой науки. На самом высоком уровне. неизменно. И церковь. И церковь. И церковь. Потому что открывается новая реальная жизнь жизнь. Можна к этому как угодно относиться. Можна сказать, почему через тебя? Можна сказать, почему через тебя? Ты что лучше всех, что? Можна с тобой так не определяю, не лучше всех, но это вопрос не ко мне, а к Богу. Это Он определил, через кого давать знание. Видимо, надеялся, что я передам их точно. Я там, когда бываю, ну как бы, если можно так сказать, в небесном царстве, я там довольно часто бываю. Я там тоже пытался, так сказать, ну как-то выразить свое недоумение по этому вопросу. Можна сказать, почему я? Неужели нет кого-то другого более достойного? Я вообще был атеистом, не верил Бога, вдруг через меня передают знание Бога. Мне ответили всего одним предложением. Но каким предложением? Здесь, на земле, мы так говорить даже не можем. Мне сказали, не важно то, что ты не верил в Бога, а важно то, что верил Он в тебя. Никаких просторанных речей. Одно предложение, и все ясно. И все встает на местах своей. И я сейчас каждый день приходю от тексты, я их записываю. Вот благодаря Юдиту вышла 18-ти книга «Сатурна», которая сейчас здесь лежит, да? Юдит, я уже был там, и уже 18-ти книгу, и сейчас здесь лежит, да? А я за этот год, который произошел после инсульта, еще я везде ездил, как я вам рассказываю, да? Я написал уже следующий книгу, ее привез, вот отдал сейчас Юдиту. Сфера Нептуна. То есть она и написала уже и издала. Я написал еще следующий книгу «Сфера Урана». И еще раз говорю, я это пишу, не отрывайся от поезда. Уже началась следующая книга «Проект Гиперборея» называется. И уже следующая книга «Проект Гиперборея» тоже дает. Сфера Урана, которая называется книга «Сириус». Сфера Урана. Оказывается, «Сириус» является нашей родительской звездной системой. Сфера Урана, которые мы все знаем, это дельфины. Это десант «Сириуса». И когда-то у этих дельфинов были и ручки, и ножки, они умеют ходить. Просто после определенной катасстрофа они были вынуждены приспособиться к тому, что вообще чуть ли не вся земля стала океаном. А японцы и норвежцы этих дельфинов пищу потребляют. Какой-то рыбкой считают. А это представители более высокие отношения к нам цивилизации. А дельфины, которые мы не понимали, что дельфинов не может быть в том, что дельфинов не могла пожаловать. Хотя дельфинов даже боятся акулы. Это очень мощный. И никогда на человека не нападает. У меня был личный опыт общения с дельфином, счастье. В Одессе, когда мы решили покупаться, подплывали дельфины. И я вдруг набрался дерзости и уцепился за плавник одного из дельфинов. Он ничего мне не сделал, просто развернулся в море, да как думал туда, причем с такой скоростью. Ну чуть-чуть помедленнее, чем самолет летает. Я и глянусь не успел, как до берега уже уехал. И сколько? Тут он сделал резкий поворот. Я с него соскользнул. И чего делать? И опять почти не видно. И берег еле видно. Вот попал. Но дельфин поступил благородно. Он отплыл метров на сто, потом развернулся, смотрит в мою сторону. И оценивает ситуацию. Он видит, как я барахтаюсь и думает, наверное. Он видит, как я барахтаюсь и думает, наверное. Нет, этот сам до берега не доплывет. Ха, это парт не будет уехал. Поворачивает и прямо ко мне опять. Подплыл. Дал зацепиться за полупагник. И с такой же скоростью к берегу. И с такой же скоростью к берегу. Он остановился, чтобы мне было удобнее как-то это. Это его цепится. Притом встал как бы торчком. Там видно, что-то немножко шевелит. И стоит вот так вертикально. А я был так благодарен ему за то, что он меня вернул назад. И он вот, пока я его обнимал, а я долго его обнимал. И теперь же ванцик не мог. Он все это терпел и даже так стоял, что вот никуда. Ни вправо, ни влево, ни на сантиметр не уходил. И видно, он понял, что я выражаю свою благодарность и свои чувства. И у него из глаза потекла слеза. Причем там на берег уже прибежали мои ученики, я там не один же был. И они смогли фотографировать этот момент, как у дельфина вот так слеза бежит. Вот как не можно относиться. Как мясо для магазина. А у них были очень серьезные функции, ведь дельфины это нормализация в водной среде. Их можно еще назвать пилотами, водными. Потому что как они полагают, помните, вот так вот. Вот они нормируют аномальные водные вот эти резонансы сами собой. То есть своими излучениями, своими вот этими голосами они могут нормировать аномалии водной среды. Ну вот а японцы их в рыбу крошат. Это для своих ресторанов и столовых. А японцы их в рыбу крошат. Как им до их сознания донести, что то, что они делают, это вообще-то по космическим законам это преступление. И когда случилось вот фокусима, я был как раз в Германии, мы решили оказать помощь, помочь. Мы запустили определенную технологию, которая работает через Луну. И вот когда мы эту технологию запустили, вдруг появилась, ну это ментальный план, это как бы внутренний телевизор. И когда мы сходим, мы сходим, мы сходим и блокируем нашу технологию. И вдруг появляется стая дельфинов, и начинает крутиться и блокировать нашу технологию. Причем, ну это внутренний кино, которое видит не только один человек, а там же у нас уже много исновидящих, они ходят на занятия регулярно, и они начинают видеть все одно и то же. И у нас возник диалог с дельфинами, потому что там на ментальном уровне мы можем с ними разговаривать. И там же не язык, там мысли. Мы передаем одни мысли, они нам отвечают другими мыслим. Мы их спросили, почему вы блокируете вот эту технологию помощи японцы? Они ответили, мы тысячи лет помогаем людям. Они там считают нас только рыбой для своих gastronом. И вы хотите их спасать? Ну вот такой диалог. А многим говорит. И нам надо думать о том, как мы живем в этом мире, и как мы относимся к этому миру. Мы должны думать о том, как мы живем в этом мире, и как мы относимся к этому миру. И человек стал самым страшным животным этого мира. Это тоже большой урок, который нам преподает дельфины. Ну вот когда человек начинает заниматься тем, что я сейчас как бы преподаю, и через книги, и через семинары, он начинает это видеть и понимать. И он начинает понимать не только своё место в этом мире, но и своё ответственность за этот мир. И так же, человек не только о том, что он находится в этом мире, но и в том, что он находится в том, что он имеет значение. Ну это некая вот такая вступительная, можно сказать, лекция или слово для того, чтобы понимать, что то, что мы делаем, это не просто какие-то медицинские технологии, это некая новая мера понимания. И каждый сам решает идти ему, поэтому пути или не идти, это его право. 22 года назад я решил, что пойду по этому пути, пошёл. И в принципе не жалею, ни на один грамм не жалею, что я это сделал. Я никогда еще не жал так интересный, так счастлив. Потому что это пути творчества прежде всего. То есть вы начинаете гореть творческим огнем Созидателя. И этот огонь и спасает вас от всех ваших болезней и неблагополучий. Я очень часто слышу вокруг себя от людей, о как я устал, о как я устал. Я в любое время, хоть ночью, хоть когда встаю, как только идут тексты, записываю все это. И никакого чувства усталости у меня при этом не возникает. Потому что я делаю любимое дело. И если вы делаете все ф ETF, то вы никогда не устал. И никто не услышит жалоба, как я устал или как я устал. Никогда вы не устал. Возможно целую вечность творить и никогда не устал. Творчество – это то занятие, которое никогда не утомляет человека. И эта возможность перед вами тоже открывается. Многие люди, которые называются моими учениками, которые пришли когда-то, стали со мной вместе сотрудничать, у них тоже появились свои книги. Вот одна из них там книга, Романа Гирайло, вот лежит вечное время Бога. И многие другие ученики стали книги писать, фильмы ставить. И картины рисовать. То есть это путь творческого развития одновременно. Все приходят, вот у меня то болит, вот у меня это болит. А это оказывается второстепенно. Стоит только встать на этот путь, увлечься тем, что ты делаешь. И болезнь начинает исчезать. Как у меня в больнице, когда мне хотели отрезать почку. Она исчезла не в результате, а технология. Я увлекся самим процессом. И каждый раз, когда я определил какой-либо болезнь, это означает подъем на новую ступеньку творческого служения. Вот я вам говорил после инцульта, годз небольшой прошел и уже по сути дела две книги готовы и еще одна уже значительной степени написана. А тех людей, которые вместе со мной лежали в палате после инцульта, все еще на колясочках возят. Они еще на ногах не держат. Вот результат какой, творческого служения. И все эти возможности есть в каждом из вас. И я никакой не особенный. Я просто встал на этот путь развития. И стали вокруг происходить чудеса, которые заметили, видите, и наука признала, и церковь признает. А ведь мог и не встать. И что бы со мной было? Ну, отрезали бы почку. Через какое-то время и вторая могла попасть под это же самое мероприятие. Потом диализ, потом чего? Потом уже практически на жизни можно крестить. А мы теперь говорим совсем другом. Мы говорим о вечной жизни. В стихах можно даже это выразить. И это еще даже в версии. Время поторапливает грозно. Мне теперь о смерти думать поздно. Мне теперь не днию, поверьте. Ни дни. Мне не дни. Мне не дни. Мне не дни. Дум в смерти. И в дни. И в дни. Время потороприятий. Вот к чему я вас всех призываю. Если вы завтра придете на занятия. Я знаю, что многие из вас уже записались. Я постараюсь вам технологии передать. Новые, совершенно новые технологии. И немного рассказать о той реальности жизни, которая сейчас устраивается. Потому что передают просто эти тексты. Я знаю будущую землю. Это прекрасно. Это прекрасно. Это будет прекрасно. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Землю. И у нее есть сердцебиение . Иista этой сердцебиение уже давно заметила и называется землю шумена . Эта частота равна 7,8 Герц. То есть это планетарный пульс. И он совпадает с пульсом, кстати, человек. И он таким был и тысячи миллионов лет. И вот в последнее время он очень активно меняется. Буквально за последние полтора-два десятилетия Эта неизменяемая константа Выросла почти в два с половиной раза. И он исследовал, что происходит в мире, и если растет чистота Шумана. И выяснилось. Что если чистота Шумана, например, замедляется, то человек как бы теряет свою жизненную силу, и буквально засыпает в любое время дня и ночи. А если возрастает, то человек активизируется. И он становится еще более творческим. Но это не все выдержит. Вот мой инцульт, это как раз такой, как бы сказать, экзамен жизни. И с строком из, так сказать, что у меня есть проработает. Болезнь могла помидеть меня. Это болезнь, но получилось так, что я победил болезнь. И в результате вот как активно работаю. И сколько книг за один год. Это же можно было бы даже записать рекорд Гиннеса. Но мы этих рекордов не ищем, вот это все дело. А они как бы сам по себе, а мы сам по себе. Мы написали книги, да и ладно. Мы же не ради рекорды Гиннеса их писать. А у нас другая была задача. Выполнить волю Создателя. Вот это творческое служение Создателя, оно и спасает человека. И если вы начнете развиваться на таком уровне, то ваша сознание становится Божьим. А если о том, то после, то есть опять из tellа, мы оч lucим. Никакого технического прогресса не нужно в таком случае. Потому что любой вашей мысли, божественной, конечно, подчинится любой атом. Но это не в отдельно взятой квартире может произойти. Это задача всего человеческого сообщества. Если я сейчас подумаю, чтобы здесь выросла вторая бутылка воды, она вряд ли вырастет. Потому что еще коллективное сознание людей это не допускает. Но через какое-то время, когда люди начнут понимать, кто они и зачем они, не нужно будет завода, который занимается разливом этих бутылок там и... Просто можно подумать, и она появится. Вот здесь раскрываются библейские слова. Помните, там на Боге сказали? Бог подумал, и сделался. А мы все по образу и подобию. Мы дети Бога по факту рождения. И следовательно тоже потенциальные боги. А это достигается через учение. А это достигается через учение. и через передачу знания. И так что если вы готовы вступить в школу богов, то wickedи подо 당, então если вы готовы в прошедшуюся батюшку, то милости просим, двери раскрыты. Ну в принципе, спасибо вам за внимание. Продолжение следует...